Сегодня глава Чувашии встретился с региональным активом Коммунистической партии России. О чем шла речь на встрече в следующем сюжете. За два года успели соскучиться. Такими словами поприветствовал депутат Госдумы, член фракции КПРФ Валентин Журчанов Михаила Игнатьева. Столько времени прошло с такой массовой встречи главы республики с региональным активом партии КПРФ. Михаил Васильевич в свою очередь отметил. Он человек публичный, к диалогу всегда готов. Вопросов у собравшихся судей по всему накопилось столько, что задавать их начали, не дотерпев, до окончания приветственных слов. В первую очередь прозвучал вопрос о резервной армии труда и, иными словами, безработице. На 1 апреля 2014 года в количественном отношении где-то 7300 человек. Это официально, которые обратились и стоят в очереди в службу занятости и получают соответствующие социальные выплаты. Это первое. Второе, если взять процентном отношении, соответственно, это ниже, чем 1%. В-третьих, могу сказать, безработица примерно на уровне 1% она постоянно будет. Мы не можем сказать, что у нас вообще через 2 года, через 3 года безработных вообще не будет. Это будет просто самообманом. Несколько следующих вопросов тоже некоторым образом касались трудоустройства. В администрации, посмотрите, ни одного коммуниста нет. Ну, не берут. Только вот единая Россия должна быть. Я могу ответственно вам сказать, все вакансии на сегодняшний день восполняются через конкурсы. Когда людей назначают не с резерва и не через конкурс, это нарушение действующего законодательства. Озвучивали собравшиеся вопросы, с которыми часто обращаются жители. Отключение тепла в Алатаре из-за задолженности за газ, проблемы в реализации программы «Чистая вода». На завершении встречи Михаил Игнатьев отметил, конструктивная критика всегда полезна. Она помогает в работе, в оперативном решении многих вопросов.